Продолжим наши беседы, такие открытые и вольные, которые будут, возможно, кому-то интересны. Мы в прошлый раз остановились на смерти митрополита Хеогноста, княжеской семьи Симеона Гордова. Вся семья умерла, и поэтому на престол вступил его младший брат Иван Красный. Ну вот тут который и остался. Иван Второй по истории. Иван Иванович. Иван Иванович, да. Значит, это был 1353 год. Вот, и с этой точки начался новый отчет, вот как раз и церковной жизни. Церковной жизни. Пожалуйста, батюшка. Как мы упоминали с вами в прошлый раз, ведомый различными опасностями и смутами, а также подложными митрополитами, Феогност заранее договорился с патриархом Филофеем о своем преемнике. И преемник этот был не совсем приятен грекам, поскольку был русский. И происходил из такого, знаете, очень зажиточного и значимого боярского рода беконтов. Знатного рода. Знатного рода беконтов. Кстати, знаете, вот многие, если кто знает немножко русскую историю, и сейчас многие носят фамилии Феофановых или Плещеевых. И те, особенно Плещеевых, это все младшие братья будущего митрополита Алексея, Федора, да. Федор Беконт был родоначальник фамилии Плещеевых. И Светский, и Фофановых, Фофановый и Плещеевый. Это два таких знаменитых рода российских. Все они вот пошли от беконта, и старшим их братом был вот будущий митрополит московский, митрополит киевский, правильный, конечно. Он все, по-моему, был Федора Беконта. Нет, Федора, это все трое, они все втроем, сыновья Федора Беконта. Да, значит, и митрополит, и старший, и средний брат, и сам младший, сейчас скажу точно, как Александр Плещей. Его кличка была Плещей, ну не знаю, может быть, земля Плещем, где поросла, где он жил. Но отсюда и пошли фамилии Плещеевых. Так вот, все три брата, и Леферий, и Феофан, и Александр, это все беконты. Вот это все три беконта, которые потом основали эти знаменитые российские рода. Более того, значит, Алфей и Леферий, как описание жития у митрополита, его указывается детское имя, то есть его при рождении, оно очень своеобразно, поскольку ему также умудрились дать имя Симеона. То есть сдвоенное было имя. Прошу прощения, мы не говорим, о ком мы говорим. Мы говорим о следующем митрополите, Алексеем Первым. Да, следующем митрополите, который, кстати, небесный покровитель покойных двух патриархов, Алексея Первого и Алексея Второго. Значит, мы говорим о его детстве. Сказали о том, что он из рода беконтов, сказали о двух его братьях, Феофане и Александре, который Плещеев, фамилия Плещеев, благодаря ему организовалось это семейство. И говорим теперь о том, что и второе имя было у Леферии, старшего брата звали Лефериям, который потом был по монашству и был пострижен Алексеем, потом стал митрополитом московским. Имя его второе было Симеон. Сейчас я рассматривал, да, там очень интересная была такая княжеская традиция, когда давалось имя по двум разным событиям, например, там рождение и крещение. То есть, когда родился, в какой день? В этот день это имя святого присваивалось ему. И в крещении святой небесный покровитель. Поэтому, вот, будущий митрополит Алексей имеет сдвоенное имя, Леферий Симеон. И в разных летописях, в разных указывается под этими именами, которые пересекаются таким взаимным между собой особым образом. Кстати, что интересно. Родился он точно дата неизвестна. Некоторые предполагают 1299 год, некоторые даже до 1305. То есть, вот этот промежуток в 6 лет, это его, такая, будем говорить, отсутствие приходских книг, в которых бы было записано, в кое-день был он крещен. Но, непримечательно, очень интересный факт. И вот на эти факты я хотел бы обратить особое ваше внимание в сегодняшней нашей беседе. Это взаимопересечение очень значимых и, будем говорить, великих лиц российской истории. Примечательный факт. Летопись сообщает нам, что креслым отцом у будущего митрополита Алексея был никто не иной, как Иван Калита. Будущий московский князь. Еще тогда не бывший московским князем. Это говорит о знатности рода биоконтов, что они могли Калиту себе привлечь в крестные, в кумы. В кумы себе привлекли в кумовья. Это говорит о том, что вот эти будущие политические связи имели в себе основание в родстве. В родстве, в кумовстве и прочее, прочее, прочее. Естественно, там была куча и более близкородственных связей. Но вот так вот оказался где-то приблизительно около 1300 года Иван Калита. Как раз со смертью Даниила Московского. Да, может быть год раньше, может быть год позже. Но оказался он крестным отцом у будущего митрополита Алексея. Алексей получил прекраснейшее образование. Будучи из одного из богатейших боярских родов, он имел возможность приобщения к книгам от самого своего детства. Кстати, летопись упоминает о том, что славянский язык он знал в совершенстве, умея писать и читать на славянском языке. Даже в совершенно юношеские годы, то есть там где-нибудь 10-15 лет, он уже был грамотным. Это для его ровесников в его времена была большой, большой, огромнейшей редкостью. Начитавшись книг и обратив свое внимание на различные христианские древние жития, написано, что в 19 лет он загорелся бурным желанием посвятить себя церковному поприщу. Никто его не подталкивал к этому. И, кстати, часто бывает, что старшие сыновья в семействах почему-то приобретают такую, знаете, первопроходческую функцию. Ему очень захотелось послужить церковной церкви, послужить Богу, послужить церкви. В 12 лет он отправляется в монастырь, в котором и был пострижен. Этот монастырь находился в Китай-городе, прямо в черте Китая-города, Богоявленский монастырь. И как вы думаете, кто пострих его? Монашество. Старший брат Сергия Радонежского, игумен Стефан. Как-то странно так вот. Совершенно чужие люди друг к другу. Никто никого не знает. Одна родня вся. Одна родня. Иван Калита, крестный, в монахе подстригает иумен Стефан, старший брат преподобного Сергия Радонежского. Совершенно чужие люди абсолютно. Об этих фактах почему-то как бы так умалчивают или не упоминают, но мы теперь с вами... Это очень важно. Да, это очень важно, поскольку говорит о том, что единым сердцем, едиными устами. То есть все вместе они друг дружку прекрасно знали. Но мы еще и третьего сейчас обнаружим. Третье лицо, которое... Это уже плоть от плоти московская родовая знать. Абсолютно верно. За рождение московской государства. Не зря говорят, что именно митрополит Алексей стоял у самых уже таких твердых фундаментов и оснований победы московского княжества. Ну и действительно, после мы увидим, что уже власть от московских князей уже не отходила никогда. Они уже, по сути дела, взяли верх и за краткими какими-то моментами, там оно было интригами и взятками передавалось соседям. Эпизоды были очень сложные, очень сложные. 14 век он был опасный даже, скажем так. Ну он практически дожил до конца там 80-е годы и уже все-таки было понятно, что Москва, как сказать правильнее, уже со своего престола не слезет. Уже было понятно, что вот эта борьба, там Тверь, все, уже было видно, что вырисовывалось. Немножко коснемся этого, не будем размазывать. Да, вырисовывалось еще, потом позднее, когда южные пределы стали отжиматься поляками и прочими, литовцами, Москва вообще, видно стало, что она именно является центром северо-восточной российской государственности. И православие, скажем так. Да, и православие. Значит, последние годы жизни Феогноста, уже будучи священнослужителем, монахом, священнослужителем, в общем, в монастыре он провел где-то лет 20 в монастыре будущий митрополит Алексеев. В начало 20-х он, значит, уходит? В 20-м году он, допустим, постригся, а в 40-м году он уже был призван к митрополиту Феогносту. И где-то 10-13 лет при митрополите Феогности он прожил. Был назначен наместником митрополитчего подворья, и Феогност готовил его к себе в преемнике. И тем более, что явно видно, что в это время он с легкостью выучил греческий язык. И был уже не только знал письменно и славянский, и писать и читать умел, но прекрасно знал греческий язык и прочитал, видимо, множество книг из Феогностовской библиотеки. Это очень немаловажно. Да, по тем временам это был одним из грамотнейших русских людей, поскольку знание языков в те времена свидетельствовало о глубинном образовании, не поверхностном, а очень глубинном образовании человека. Министров иностранных дел тогда не было, и эту роль исполняли кто? Естественно, митрополиты. Да, и вот здесь вот видно, зачем Феогност его заставляет учить греческий язык. По причине того, что он хочет, чтобы Филофей принял его как российского, хоть русского, но как митрополита. Поскольку дальше мы сейчас тоже обратим внимание, для греков это был очень болезненный вопрос, постановка другого, не грека, митрополитом. Чтобы поставить русского, это для них был целый подвиг. На этой истории исцеления ханской... Да, 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 мы сейчас доберемся. Нет, мы остановимся, остановимся. Как вы думаете дальше, что произошло? В 1353 году, значит, умирает Феогност, и сразу же, естественно, будущий митрополит отправляется в Константинополь на постановление от патриарха Филофея. Но Феогност, видимо, основу там подготовил и в Константинополе. Конечно. Он заранее там уже все обговорил, там грамоты, письма, это все было заранее подготовлено. Дело в том, что в это время было очень много нестроений. Южные пределы будущих русских земель очень сильно грабились. По сути дела, Алексею нужно было пересечь Черное море, Днепр, Черное море под величайшей опасностью. И вот мы сейчас с вами только что упомянули Ивана Калиту, мы только что упомянули старшего брата Сергия Радонежского, игумена Стефана. И теперь у нас вырисовывается третья личность. Как вы думаете, кто дал охранную грамоту на поездку в Константинополь будущему митрополиту Киевскому, Всеруси, Московскому Алексею? Никто иная, как Ханша Тайдула. Каким макаром она дала ему эту грамоту? Следовательно, они знали друг друга. И Феогност, который раздал 600 рублей в митрополии, и Тайдуле перепала из них некая часть, он и там успел замолвить слово про будущего митрополита не только в Константинополе, но и с Ханшей он уже согласовал кандидатуру Алексея, с Ханшей, а возможно даже и с Джанибеком согласовал его кандидатуру. И, может быть, взятку меньше Тайдуле надо было давать, и Тайдула дает грамоту, в которой написано, что все имущество, его охранять, ни в коем случае не прикоснуться, ничему не тронуть нигде, ему, если он захочет путешествовать в Царьград. Прямо так и указано, что именно не просто там где-то будет, а вот именно по дороге его в Царьград. Значит, с этой грамотой он благополучно добрался осенью 53-го, там зимой 53-го, осенью зимой 53-го года добрался в Константинополь, где и получил от Патриарха Филофея, он долго там его продержал, видимо, ну, как-то стараясь общаться, узнать человека, но до нас дошла примечательнейшая грамота от 30-го июня 1354-го года. Там написано так, что в виде исключения русскому человеку, а не родом греку, разрешается Патриаршим благословением и ходатайством там прежнего грека-метрополита, быть митрополитом киевским и всея Руси. То есть, в виде одолжения большого, видимо, были споры там и прочее, но я тоже задался целью посмотреть, что же произошло. А произошла интересная вещь. В это время набирает очень силу Ольгерд. Литва и Польша набирают огромнейшую силу и обороты. И получилось так, что уже половина Украины и даже потом Киев сам достался Ольгерду. И кое-какие там западные самые окраины достались Польше. Ну, в общем, Галецко-Волынские пределы, будем говорить. И вот эта вся часть, Белоруссия, потом Брянск, Смоленск, все эти территории потихонечку попадали. Язычник был, Ольгерд был язычником. И патриарху Филофею пришлось выбирать, ему пришлось думать, как же поступить для объединения этих земель. Что же делать для того, чтобы не развалилось это все на кучу мелких враждующих, и не только государственных, но и религиозно, епархий, метрополий и прочее всего остальное. Ну, и поэтому патриарх Филофей выбрал такую тактику, что и в противовес Ольгерду, и выдвинутому ему, им там, митрополитом Романом, и в противовес Польше, он все-таки подтверждает все полномочия. Польша тогда еще ни при чем была. Ну, написано, что Галецкое княжество очень пропихивали польские суверены, сузерены, суверены. Их идея была, они присылали к патриарху Филофею, да, прощупывали почву, присылали ему всякие дары и взятки, чтобы своего поставить епископа там. Но он очень боялся окатоличивания, которая как раз в то самое время Польша очень сильно, она же была в начале Польши, была православным государством, славянская православная страна. Но в это время уже знать польское настолько сильно разделилось во мнениях, что половина на половину была, в то время еще была половина православных поляков. И вот эта вот вражда между ними и Шлах тоже победит. Католические, католики возьмут верх или православные. И они присылали патриарху дары и людей, которые хотели в Халевской метрополии себе поставить. Это позволит пару слов. Да, да, конечно. Ну, пару слов, что просто для ориентировки. Мы не касались вопроса Литвы, хотя, конечно, в тех условиях 13-14 века, это, конечно, очень немаловажный вопрос. Все, Тевтонский Литвово-Ливонский орден, Литва, это такое было колоссальное воздействие с запада, но мы... И поэтому, как бы, чтобы не расплываться, мы как бы обошли стороной. Ну, пару слов просто, кто такой был Ольгард. Значит, начиная с легендарного князя Миндовга, который был во времена Александра Невского. Ну, да, полу-мифическое такое личность. Ну, мифическое, не мифическое, но, тем не менее, сражения, которые он брал Тевтоном, были вполне не мифические, очень такие серьезные. Значит, после него, после небольшой междоусобной борьбы пришел князь Витень. Я имею в виду, знаете, что... Я имел в виду не то, что они сказочные герои, а то, что у них так мало действительных исторических сведей, что имена их обрастают всякими легендами. А вот сражения, которые Миндовг выиграл, совершенно реальные, потому что о них остались совершенно реальные сведения. Значит, потом Витень, там лет 15 проправил, очень такой мощный князь литовский, который был, как бы... Их можно всех назвать даже русские, не даже русские князья, русские князья-язычники. Да, 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 да. Которые иногда... Да, русские, славяне, язычники. Представляете, вот эта вот, та территория Литвы, прибалтийских, она осталась еще языческой. Они заявляли свои права на Киев, самые реальные. Совершенно верно. Даже по листвичному праву, там по старшинству... После смерти Витеня, значит, приходит знаменитый, легендарный Гедимин. Кто он там был, Витенью, непонятно. По-моему, племянник. Говорят, то племянник, то брат, то еще кто-то. Но не сын, по крайней мере. Вот, Гедимин проправил довольно долго. По-моему, сын младшего брата. И, как я говорил, они имели такую привычку умирать все вместе. Вот Гедимин, узбек и Иван Калита умерли примерно в один... Точно так же, как и митрополиты. Ага, так же, как и митрополиты. В начале 40-х Гедимин умирает, и потом, после небольшой борьбы, опять же, междоусобные приходят к власти Ольгерт Гедиминович. И Ольгерт, он охватил своей властью. Это как раз было присоединение, не присоединение, а как раз вхождение вот этих вот земель киевских и вот то, что называют сегодня Украиной, как раз вхождение их в Литовское княжество. Польское, ой, княжество Литовское, Русское и Жемайтийское. 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 Оно так и называлось. То есть, там все были русские, православные, но правило языческая княжеская верхушка и при этом у них... В общем, до сих пор ведутся споры, крестился Ольгерт или не крестился. Никаких подтверждений нету. Немецкие летописцы прямо пишут, что Ольгерт умер язычником. Но христианам так хотелось, чтобы он все-таки христианином умер, что они наплели сказок про то, что он все-таки на древних умер, там крестился. Вторая очень важная личность это брат Ольгерда Кейс тут. Вот он правил как раз территорию Прибалтийской элитуры. Самое приморье в Балтийской элитуре. И он всю свою жизнь посвятил борьбе с остатками вот этого вот прусско-литовского ордена, а, Ливонского ордена. Тевтонами. Да, с тевтонами. Он с ними бился до конца. И он часто входил в союз с нашими князьями, с московскими князьями, князь Кейс тут. И был за вот такой вот противодействие этому прибалтийскому немецкому влиянию. Это был, кстати, промосковский практически. Не промосковский, он, конечно, был сам по себе, но часто славянский. Славянский человек, русский человек. Кейс тут, да. Очень важная личность. Ну, пожалуйста. Какие-то непривычные имена вроде нам такие, Ольгерды, Кейс тут. И оказывается, что от нас оторвали такую огромную часть нашей истории. Славянского мира, русского мира, именно русского мира. Это именно, никто даже оспаривать не будет, что это славяне, что это русские люди, по сути дела. Все это росичи. Но как-то они уже становятся вдруг Литвой, противодействуют. А посмотрите, митрополит-то один везде, кругом. Митрополит Киевский управляет все этими землями. И Литвой, и Польшей, и Галицией. И все везде этот один митрополит все объединяет. Пока еще. Да, пока еще. Потому что потом, когда потом стал действовать немецкий принцип, чья власть, того и вера. Чья власть, до этого дойдем. Значит, что же прошло дальше? Посмотрим о том, присмотримся о том, насколько же Филофей осторожничал с Алексеем. Он не просто отправляет его, а посылает с ним вместе диакона. Причем с таким очень звучным именем, Пердика. Вот этот Пердика поехал вместе с митрополитом Алексеем в Москву и просидел возле него шпионом и соглядатой до 61-го года. То есть, приблизительно где-то там 7 лет. 6-7 лет. Чтобы чего не того не сотворил. Да, чтобы вдруг он что-нибудь не то сотворил. Но потом уже в 61-м году его отзывает, он возвращается в Константинополь, как бы убедившись, что митрополит Алексей гадости никаких пакостей делать не будет. Вот Пердика какая. Да, Пердика. Вот самая натуральная Пердика. И при этом как раз в моменте Ольгер при смене князя митрополитов попытался употребить всяческое свое влияние, разделить вот эту южную часть предела Украины, Киев, Чернигов, а здесь во севернее Белоруссии и Брянск, Смоленск, вот эти все пределы отделить от московского влияния. Огромнейшие силы прилагает он к этому и выдвигает никого иного как такого своего собственного митрополита Романа и посылает его в 355 году буквально только-только вот рукоположили только вот поехал митрополит Алексей как альтернативную кандидатуру митрополиту Алексею. Алексей вынужден вернуться в 56 году в Константинополь для того, чтобы с этим романом иметь спор. большой спор по поводу того, что митрополию необходимо сохранить. Целый спор. Единство. Да, единство. Но, как подсказывает мне мой личный опыт и кое-какие намеки в летописях, Ольга прислал два сундука золота, а Калита прислал три сундука золота. В общем, влияние богословская на патриарха Филофея подкреплялась золотыми звонкими монетами. Да, очень существенно. И митрополит Алексей вернулся с подтверждением всех своих полномочий, грамот, что все литовские, галецкие земли, все подчинены его первосходительству. И тут же возвратившись, он везде поставил своих епископов, чтобы они поддерживали его линию, поддерживали его власть. Но Ольгерд как бы смирился с неким таким на несколько лет, но дальше он проведет более успешную, более серьезную атаку. Значит, что произошло еще? В 356 году митрополит Алексей при возвращении из Константинополя попал в страшнейшую бурю на Черном море, чуть не утонул. И вот в порыве страха, в молитве он обещается Богу построить монастырь, если останется жив. Ну так, буря затихла, он остался живой, и он основал Андроников чудов монастырь в Москве. Кстати, в это время настолько было, ну, весь Кремль был в монастырях. Я что хотел сказать, весь Кремль был в монастырях. Его название оттуда и пошло от чуда. Конечно, да, да. Калита уже начал строить каменный, уже был каменный Кремль. И вот весь, все там, палаты всякие, все было кругом, конечно, все было в храмах и все было в монастырях. Дальше очень примечательный и тоже и факт из жизни митрополита Алексея, и вообще исторический факт. Я предполагаю, что здесь также было, ну, мне кажется, какие-то особые политические интриги с Ордой. Я точно не могу, конечно, об этом точно никто не скажет до нынешнего дня, но я оставляю это на ваше усмотрение, на ваше размышление. Просто упомяну некоторые очень важные факты вот этого периода. очень важные факты этого исторического периода российско-ордынских отношений. В 1357 году Тайдула вызывает митрополита Алексея в Орду. Да и не столько Тайдула, сколько сам Джанибек. Тайдула была жена Джанибека. Ханша это жена Узбека. Джанибек это ее сын. Значит, в это время она вызывает митрополита к себе. Видимо, не только как было указано там для молитв о ее исцелении, но, видимо, и для решения вот этих вот всех ордынских междоусобиц, замятицы так называемой ордынской, и прочего всего остального, которые она, ну, видимо, женщина, она хоть имела огромную власть, но повлиять на это стопроцентно не могла. Но она вызывает его к себе и известно вот это повествование о чуде, которое совершилось по молитве митрополита Алексея. Оно, конечно, там приукрашено, там описывается о том, что там были собраны всякие жрецы, там всякие все молились и только вот, значит, одному митрополиту Алексею удалось отайду исцелить. А с чего же он ее исцелил? От слепоты. Да, у нее, ну, это слепота тоже громко сказано, в общем, что-то было у нее со зрением. Тайдула, участвовавшая во всех этих бесконечных виде, что ее может ожидать при неудачном раскладе политических событий, видимо, она очень-очень-очень переживая, тоже какой-то кратковременной потеря зрения у нее присутствовала. Но при приезде митрополита Алексея, при особом таком, знаете, настроении, священодействии, при особых, каких-то особых, таких, знаете, обстоятельствах и беседах, влиянии, она вдруг Тайдула прозрела. И, ну, стало более-менее, что-то прозрело, более-менее стало нормально видеть и могла уже нормально сама ходить, там, не не нужен был, как указано в летописи, что ей был уже не нужен поводырь. То есть, в медицинской справке приложить, что у нее вернулось стопроцентное зрение мы не можем, но она обрела нормально, могла ходить без поводыря. И это, конечно, митрополиту дало огромную награду, возможно, я подозреваю даже сговор о том, что это было нужно и Тайдуле самой, и она могла и прикинуться, что она благополучно слепая, возможно, различные варианты. Дальше еще очень важная вещь была, вот именно когда опять началась эта Замятница, знаменитая Замятня, да, в 1365 году опять Тайдула вызывает, вызывают митрополита Алексея туда в Орду, и не просто так, а спор о вере проводить. Там были мистериане, там были мусульмане, там были язычники, устраивается знаменитый спор о вере, когда каждый... В сарае? да, да, в сарае, именно, это вообще был живой Дженебек, это при самой вот этой Замятни, и он был как раз в окончании этого спора его и убили Дженебека, и митрополиту Алексею чудом удалось мирно уехать из этой самой из Орды, не пострадав, и самому не пострадав от этой Замятни, и, видимо, вся эта история с престолонаследием была соединена с митрополитом Алексеем, как и с очень весомой духовной личностью, так и в то же самое время, как с посланником Константинополя, не будем забывать ваши слова, это посол Византийской империи при дворе хана, при дворе хана, вот, этот спор чем закончился? Закончился спор тем, что именно на чудеса упирал, если мусульмане говорили там о величии Аллаха, язычники прыгали через огонь, в споре победил митрополит Алексей именно своими чудесами, потому что все свидетельствовали о том, что он исцелил Тайдулу, все свидетельствовали о том, что Бог с ним, и его Бог слышит его молитвы, те кричали, кричали, вал, вал, услыши нас, никто их не слышал, а тут вот прямо ответ Божий митрополиту Алексея был, поэтому я предполагаю, что не все так было там у них спроста. Правильно сказали, что надо отдать это еще и зрителям, потому что здесь очень много исторических мнений, потому что мнений очень много, здесь очень много, даже фильм поставили на эту тему, есть фильм, не помню, как называется, но ищите, как раз посвященный вот этому вот путешествию, митрополитическому, ну, конечно, с точки зрения исторической и достоверности и научности этот фильм, конечно, никуда не годится, ну, хотя бы попытка наших режиссеров хоть что-то историческое поставить, все-таки должно быть поощряемо, поэтому найдите, посмотрите этот фильм, он совершенно, конечно, диссонирует с тем, что вы говорите сейчас этот фильм, вот именно то, что я, и некоторые историки еще, фильм это деньги зарабатывать, шоу, шоу, а некоторые историки даже говорят, что этот самый подвиг митрополит Алексей совершил еще, не будучи митрополитом, еще во времена Ивана Калиты, и еще во времена вот того самого Феогноста, почему потом тайдула и дала ему охранную грамоту, я правильно это не говорю, это мы с вами уже много раз говорили о том, что вот так все перепутано, и бывает кто-то свидетельствует 10 лет раньше, 10 лет назад, конечно, настолько глубокие и далекие, что вполне возможно там наложились какие-то абсолютно верно, вот дальше примечательно, тут же путешествие от тайдулы, исцеленной, по-моему, 65-й год Джанибеку уже никакого живых не было, в 65-м году он убит, убит, да? Да, Джанибек убит, это точно, в 65-м году, не буду сейчас спорить, пожалуйста, проверяйте, значит, но это как раз времена, когда пошла великая замятня великая замена. Ну вот это мы и говорим, бесконечные потом вот эти... Там пошло, там еще был Бердибек, потом еще более-менее известное имя, там 2-3 года, остальные уже пошли там, черт ли не меняться, там по 3 месяца, ими уже руководил Мамай, который укупировал теневую власть, и его звание там называлось Бекляребек, он был, он женился на сестре Джанибековской сестре, да, чтобы улегитимизировали свою очередь. Нет, сестре, сестре Джанибека, значит, он был, вошел сразу в эту элиту, был темником, потом стал Бекляребеком и практически претендовал быть ханом, он имел такую власть и менял этих ханов потом. И перспективу такую же. Больше того, скажу вам, имеется еще один очень интересный факт, то, что когда Алексей поспешно бежал оттуда, когда Джанибека убили, Алексей быстренько оттуда, он понял, что сейчас Мамай спор-то проходил уже на фафоне этого Мамая, Мамай там уже брел свои интриги, и Митрополита поджидали по Волге различные такие конные разъезды, которые могли грозить ему смертью. И он вынужден был немного западнее направить свой путь для того, чтобы не попасть в плен. Но Мамай еще хитрее поступил. Он послал к Ольгерду посла, который шепнул, что едет митрополит Алексей. И Ольгерд в 1359 году по дороге Алексея в Москву... в 1359-м. Мы говорили в 1659-м. В 1659-м, я поверю. А, значит, это я, как всегда, это, наверное, в 1656-м, я в 1656-м написал. вот это я поверю. Вот это может быть, да. Ну, не в 1665-м. Это может быть. В 1656-м выбивает Женебека. Да, значит, тогда в 1656-м. Да, да. Но чем кончилось, в 1659-м году Ольгерд ловит со всем посольством, плеяет митрополита Алексея и заточает его в Киеве. Не где-нибудь, а вот как бы его первопрестольный город, туда-сюда. И сама жизнь митрополита Алексея находится в серьезнейшей опасности. Не знаю, какие причины не позволили Ольгерду убить митрополита. Я думаю, скорее всего, деньги. Потому что митрополит откупился, как только мог, отдал все, что у него было, вплоть до рис и одежд, которые на него были, и он бежал. А я скажу, какая была причина. В 1959-й год умирает Иван Красный. Да, Иван Калитан. А его наследнику всего 9 лет, будущему Дмитрию Донскому. И, естественно, Ольгерд на что рассчитывает? Москву. Ну, Москву. Не на то, что на Москву, а стать великим князем. Великим русским князем. И зачем ему ссориться и убивать митрополита. Но написано в летописях, что он его не отпустил. А он его держал как своего такого заложника. Вот видите, год-то 59-й. Как раз это год замены князей. Но, там указывается, есть в источниках, указывается, что митрополит чуть не ризы свои пораздавал, деньги, все, что у него было. И подкупил, стражу подкупил, охранников подкупил, всех, кого можно было. И бежал. И только благодаря этому, видимо, у Ольгера тоже была своя сумятня. Убить или не убить. Он его, может быть, хотел принудить к союзу с собой. Естественно. За московское владение. За сия Руси. Да, за сия Руси. Не только московское. И он бежит от Ольгерда. И, естественно, с этого момента он вообще становится противником, самым ярым сторонником Москвы. Вернувшись, он, по сути дела, Иоан Анатольевич умер. Он становится Регентом. Регентом при Дмитрии Донском. В будущем. Да, при будущем. Конечно, тогда еще был просто Дмитрий Иванович. Да, Дмитрий Иванович был. Но будущий Дмитрий Донской в 9-летнем возрасте он становится над ним Регентом. И благодаря тому, что он еще все-таки благополучно прожил сам митрополит до 1378 года, то есть почти 20 лет, он до совершеннолетия князя и воспитывает его, и управляет политикой. Это сумятня в Орде бесконечная. И он, по сути дела, митрополит Алексей это московский князь. То есть все вопросы на фоне регентства Дмитрий Иванович. Это сложнейшее время. Очень достойно. Да, ни Ольгерду не досталось владение, хотя Ольгерд Киев прибрал полностью к рукам, и Брянск, и Смоленск все там попребрал. И своего митрополита Киприана умудрился поставить, которого тоже присылают на спор с 374 года. И полоевать в Москву успел. Да, и с Москвой три раза ходил в поход в Москву, такая литовщина. Вот именно 368 год, 1370-й и 1372-й. Три похода Ольгерда на Москву. Ну вот, в 1374 году он понял, что он не сломит это все дело, и он умудряется патриарху Филофея денежку тоже там, и патриарх Филофей ставит митрополита Киприана уже со стороны Ольгерда. Вот. И вот этот 1375 год как раз образование вот этой литовской митрополии, которая в будущем стала вот этой вот... Она, кстати, и киевскую тоже в себя потом сойдет. Да, она втянула. Это вот отдельная литовская митрополия. Она всегда долго-долго принадлежала Константинопольской. Этот спор до сих пор продолжается. Сейчас говорят, что Киев это Константинопольская митрополия. Да. Откуда эта вся история пошла? И запомните эту дату 1375 год. Значит, 12 февраля 1378 года благополучно, спокойно, в возрасте около 85 лет митрополит Алексей скончался. Князю в то время было уже около 28 лет, 28-29 лет было князю. 50-го года. 50-го. Он это воспринял, конечно, как потерю отца, под которого он потерял еще у маленького в детстве. Это был такой духовный его отец. Кстати, в летописях пишется, что он его ничтоже сомняшился своим отцом духовным называвшим. То есть называл его духовным своим родителем и очень с почтением к нему митрополиту относился. Я думаю, что еще мы в следующий раз обязательно вернемся к некоторым таким очень важным факторам их совместной политической деятельности. Отмечу только одно сейчас завершение нашей беседы, то еще мы сейчас упомянем кое-что, но отмечу что в этот момент в 78-м году митрополит и раньше немножко, но именно в 78-м году обращается к преподобному Сергию Радонежскому с предложением ему митрополитчего креста. И он отвечает ему, что не был от юности златоносцем и старости золотые кресты носить не буду. Отказался от возглавить митрополию. Но еще это должен я вам заметить почему это так еще произошло и что там какая была там по этому поводу общая такая интрига. Дело в том, что еще при жизни митрополита Алексея архимандрит из одного из московских монастырей вошедший в историю под именем митяя архимандрит пока далеко не ушли. Пожалуйста, потому что это очень важно. Значит, митяй этот образовался с 1364 года на фоне 1364 года, когда шла разборка между московским князем и суздальско-новгородскими князьями за право обладания великокняжеским престолом и ханским ярлыком. И дело в том, что там были даже боевые действия, но в конце концов, в конце концов, московские бояре и правилами тогда Василия Вильяминов, знаменитые московские бояре, они заварили свадебную кашу. И они в конце концов примирили московского молодого князя с более опытным и старым нижегородским князем Дмитрий Константинович. И женили на его дочери Евдокии. Дмитрия Донского. И вот во время вот этой свадебной каши, так называемой, в 1364 году в городе Коломне коломенский священник Митяй образовался на фоне. Я вспомнил, что Коломне из Коломны появился. И он стал духовником Дмитрия. Дмитрия Донского. Это уже самый... То есть его ближайшим таким духовным подвижником. Поэтому вот такая интрига была. Вы совершенно правы. Он именно из Коломны и взялся. Но уже при самом завершении жизненного пути митрополита Алексея Дмитрий Донской хотел его видеть этого митрополита. Митяй был печатником. Он ставил печать. Он хранил княжескую печать. Это было очень великой честью. Да. Но как описано в описаниях есть, он был очень крупного роста, здоровенный, очень сильный человек, с прекрасным голосом, очень грамотный, из бояр, боярского такого-то крепкого боярского рода. И вот так он нравился Дмитрию Донскому, что Дмитрий хотел видеть его своим сторонником. Поэтому не сторонником, а митрополитом. Да, митрополитом, ну, будем говорить, приемником Алексея. Но я тут долго задумывался, почему же так произошло. Почему-то вдруг все против этого митяя. И сам Алексей. Да, и сам Алексей. Ни в какую. Все против этого митяя. Алексей только откровенно, открыто не выступил только по той причине, что уже был Киприан поставлен Филофеем. И этот Киприан был не просто Филофеем поставлен. А в его грамоте было написано, что как помрет Алексей, так быть и на Москве Киприану. То есть Киприан еще не был митрополитом московским, но ждал, когда Алексей умрет. И поэтому против митяя Алексей он хоть и не одобрял его кандидатуру, но там никаким анафемом запрещен. Мог запретить его в служении, лишить его сана, неизвестно чего, но он таких действий не предпринимает. Потому что он боится больше этого Киприана, который придет от Ольгерда, чем вот этого митяя. Сергей Радонежский отказывается. И Бумен, опытнейший человек, и авторитетнейший человек отказываются быть митрополитом сам. Видите, как раз еще интригу с Митяем и Сергей Радонежский вписывается. Но что произошло дальше? А дальше происходят такие интересные события. Киприан в Киеве затаившись ждет, когда же Алексей помрет. У Алексея была своя кандидатура Дионисий. Да, у Алексея был епископ Дионисий, которого он, этого епископа предложил в кандидатуру Филофею, в живом учета патриарх Филофея предложил на хиротонию на митрополита Московского Руси. И этот Дионисий, когда что происходит? Умирает, наступает 12 февраля и умирает митрополит Алексей и Дмитрий Донской для того, чтобы не Дионисий не поехал в Константинополь, арестовывает его и держит под стражей. В этот момент я задумался, почему так все не хотят Митяя. Оказалось, что Митяй был очень резкий на язык. Видимо, почувствовал княжескую поддержку и прочее, и прочее, и прочее. Он вот своим дерзким характером настроил, все боялись. он им сказал, я приеду митрополитом, уже я вас всех ваших поповских храмов разгоню. Начал борзеть. Да, начал борзеть. И все ждали, что сейчас приедет Митяй и всех лишить приходов, на которых они прикормились и прочее, все остальное. И они сформировали целую, такую, будем говорить, противомитяевскую заговор. Противомитяевский заговор. И даже Дионисий, вот это мы любим часто говорить о духовности, о православности, обо всякой другой надуманных часто вещах, Дионисий клянется с крестом и Евангелием перед Дмитрием Донским, что не будет искать митрополитического сана и просится к Сергию Радонежскому в Лавру помолиться на духовный пост, чтобы от Бога помолиться. И Дмитрий Донской вызывает Сергия Радонежская и Сергий Радонежский дает как бы подписку за этого Дионисия, то есть, что выступает свидетелем этого кредита, поручителем кредита, и Дионисий уезжает к нему в Лавру. Но тут же, бросив все, предав преподобного Сергия Радонежского, ломится в Константинополь, чтобы опередить Митяя. Чтобы опередить Митяя, только опередить Митяя, туда приехать. Дионисий. Дионисий, да. Сергий Радонежский потом очень пострадал, Дмитрий Радонежский его всегда порицал за это и говорил, что, что ты меня так обманул, я тебе поверил, я тебе вот все, да, ты меня подставил. Видите, как бы на самом деле вот такие были отношения. и очень переживая по этому вопросу, Сергий Радонежский очень скормит о том, что Дионисий так предал. Но Бог и Дионисию не благоволил. И Дионисий пролетел. И вообще Митяя по дороге задушили. Непонятно кто. Да, непонятно кто. Хотя скорее всего агенты Киприана. Конечно. Агенты Киприана, потому что Киприан должен был приехать в Москву. Да и он, видно, перекупил. У него были из Попов, которые с Митяем поехали. Видать, были доносчики и видать, были шпионы, которым уже сообщили Киприану, а может быть даже самому Ольгерду. Короче, целая эпопея. Преданный Сергий Радонежский, обманутый Дмитрий Донской, задушенный Митяй и вся эта поповская банда приперлась к патриарху Филофею. И Филофей открыл глаза и выпучил глаза, открыв рот, не знает, что с этим всем делать. И в конце концов он выбирает одного из толпы Пимена какого-то Попа и рукополагает его митрополиты московские, Киевские, все Руси. И не Дионисий. Еще одно лицо появляется. Еще одно лицо появляется. Не Дионисий, не Киприан, которого потом так и не приняли и он не подлежился к Москве. Не поставленники, не Дионисий, как ставленник митрополита Алексея. Не Киприан, как ставленник Ольгерда, не Митяй, как ставленник Дмитрия Донского, вообще никому не ведомый какой-то Поп Пимен, который затесался в эту толпу, которая придушила благополучно по дороге Митяя. А может быть один из шпионов, которые были Ольгердовские, они приезжают туда и ставятся митрополитом, патриархом, митрополиты киевские всеярусевии отправляется в Москву. На этом мы закончим сегодняшнюю нашу беседу. или еще там пару слов. я думаю, я думаю, А это самое уже в следующий раз мы обсудим уже с этой точки зрения и особенности монастыри того века, я думаю, дай бог, вот Сергея Радогешского и Е. Ну, напоминаю просто людям, что это время за два года до Куликовской битвы происходит вся эта возня. возня. Значит, и еще, у меня вот я подумал тут и конечно, все правильно, вы правильно обозначили точки, но как всегда накладывается много причин на то, чтобы произошло какое-то историческое событие. И вот здесь вот это противостояние митрополита Алексея желанием молодого князя Дмитрия Донского практически 20 с небольшим лет поставить своего ставленника, оно имеет такую очень мудрую основу. Да, несомненно. Оно говорит о высокой политической мудрости и культуре Алексея, который ни в какую не соглашался. Вот Дмитрия, он, конечно, понимал, уважал Дмитрия как молодого князя, который вырастает на первых победах. Там происходят первые победы, там уничтожаются литовцы, понимаете. Ольгер терпит поражение. 6 лет войны с литовцами происходят и в это время князь, молодой князь Дмитрий вырастает практически, становится из отрока и юноша, становится взрослым человеком. Конечно, это вызывает у всех большое громадное уважение. Потом в 1374 году на основе этих побед и в это же время происходит окончательное добивание тверского князя, который провалился с этой эпопеи литовской. Он же практически призвал Ольги, он был его шуряком. И он же притащил литовцев. Провалились все эти и князь молодой Дмитрий одерживает такую победу. И князь молодой Дмитрий собирает русских князей. Он собирает в 1374 первый съезд, где князья решили и митрополит Алексей благословил все это, решили стоять перед татарами. Вот следующая наша задача освободиться от монгольского игора. На самом деле вассального подчинения зависимости татарам. Все, следующая задача. И все решили стоять заодно. В 1975 году происходит еще один подтверждающий съезд. Обозначилось целый сон русских князей. Круг, куда входили в том числе и литовские князья. Братья Ольгерда, младшие братья Ольгерда входили, я уж не помню как их звали. Два брата. И все они участвовали потом в Куликовской битве. Посмотрите какие дела происходят на Руси. И вот в это время происходит вот такая стычка. Дмитрий просит Алексея благословить Митяя, а Митяев категорически против. Почему? Я вот думаю еще одна тут причина. Это было время как раз колоссальнейшего влияния подъема московского боярства. А митрополит Алексей из их круга он прекрасно знает всех Сифоновых, Плещеевых, Сабуровых, Морозовых, Годуновых, Захарьины, значит вот те Романовых Захарьины это предки будущих Романовых Захарьины потом стали Юрьевыми потом Да То есть это все вот это вот мощная боярская клика ведь их борьба за ханский ярлык она ведь не просто так вот они побеждают ставят своего московского князя отрока и побеждают все-таки в борьбе с этим нижегородским князем и берут ханский ярлык и сами за счет этого конечно обогащаются как Вы понимаете что такое собрать дань ежегодную ну допустим известно после когда Тахтамыша уже подписали князь Дмитрий Донской с Тахтамышем подписали известно было что ежегодно 5000 рублей до того неизвестно сколько ну скажем так ну приблизительно около может быть этой цифры может больше скорее всего больше тогда платили но ведь невозможно с такое количество серебра собрать согласитесь это же колоссально целые вазы с серебром были бы но и понятно что там платили по договоренности с этими баскаками ясырем то есть человеческим материалом рабами ведь эти бояре они на чем обогащались они денежки себе в карман значит людей где-то побежали там нахватали в лесах там в полях там всякую чуть водь там белоглазая они же все исчезли эти народы вся эти белоглазые чуть их всех перепродали да и вот получение вот этой возможности владеть вся вот эта вот вся эта московская боярская клика она очень сильно возросла она билась за свое понимаешь на Куликовское поле пошли естественно и за родину биться но в том числе и за свое положение биться феодальное положение феодальное положение конечно и Беконт Алексей он прекрасно знал все это положение боярские штучки и он противостоит вот этому вот чтобы естественно во время свадебной каши вот этот Митяй он и был тоже человеком завязанным с этой боярской кликой ведь они вытащили вот они практически свадьбу то собирали вместе с ним это был человек боярской клики и вот чтобы эта боярская клика не управляла страной и не разорвала эту страну это самое Алексей прекрасно это понимал он не разрешал этому он говорил так нельзя наваку быть митрополитом кстати вот уже я сейчас вспомнил он был против наваку что такое наваку который долго не был в монашестве он он только только его сказали прими монашество значит стань архимандритом и сразу на митрополитах Алексей это обосновал корректно он сказал нельзя наваку быть митрополитом на самом деле Алексей был опытнейшим дипломатом опытнейшим государственным детям психологом он прекрасно всех знал и он боялся развала под вот этим руководством этих бояр набравших силу и богатство он был за централизацию вот в чем сила этого человека и вот еще то что я давно-давно помните вам хотел сказать есть один маленький нюанс вот в наше время посмотрите почему у нас Алексей первый и Алексей второй а не Алексей второй и Алексей третий неужели вот этот вот человек митрополит московский Алексей не заслуживает чтобы быть первым посмотрите почему что это за такие выходки почему вот это вот это какой-то это хитрый разрыв получается то греческие были а тут вот уже русские князья даже Рюрикович и Романов они не стали разрывать вот это преемство несмотря на то что Романовы не любили Рюриковичей но тем не менее они преемственность не разорвали там идет Иван четвертый у нас Грозный да потом Иван пятый идет Иван Алексеевич значит брат вот этот который сидел на одном троне с Петром первым и Иван шестой который погибший с Лисебургским застенках то же самое с Федором значит у нас идет Федор так же точно да посмотрите царь Федор Иванович первый значит Федор Годунов второй Годунов маленький молодой пацан четырехседний который всего два месяца был царем ну официально тем не менее он называется Федором вторым значит и Федор третий значит который был вторым ой старшим братом Петра первого который сразу воцарился после Алексея Михайловича и там 14 лет был царем смотрите а эти значит наши патриархи почему-то не считают вот этой преемственности от старых митрополитов которые в московской государственности вообще в русской государственности сыграли голосалищим оправдание о том что была греческая церковь а то русская не является оправданием этим нашим патриархом сегодняшним такого значения такого мощного вот этого государственного значения никогда не достигнуть и они тем не менее унижают немного тем ну я говорю что они греческую церковь отрывают от российских и еще мы с вами сегодня уже говорили я тоже добавлю буквально два слова мы увидели несправедливость мы с вами увидели что когда между князем и митрополитом союз вот например как был при Андрея Боголюбском который был свой епископ пока он его не предал то у него все было хорошо как предал так и кончилось точно так же мы видим с вами митрополита Петра его союз с Москвой и с Новгородом три брата с Афанасием Новгородским полное процветание точно так же мы видим здесь митрополит Дмитрий Донской хотел понимая это хотел себе единомышленника соратника не чужого человека национального человека поэтому так его и не любили бояре шпионы ольгердовские которых была полная Москва и не любили попы греческие которые боялись того что лишатся ну видите и не поддержал в то же время и митрополита А он его не мог никак поддержать почему потому что его страх был митрополит Киприан который уже заранее даже до его кончины уже был митрополитом киевским и поэтому я думаю что ему пришлось просто лавировать смежду и тем более видите он все таки в конце концов оказался прав потому что Митяй не добился цели а вообще какой-то третий посторонний четвертый посторонний человек поэтому вот такова презумпция сегодняшней истории в союзе и в единстве всегда благоденствие в раздоре только родина разруха и разорабление мы мы с Божьей помощью рассмотрели трех великих людей на вот этой церковной триаду митрополита Петра митрополита феогноста грека и митрополита Алексея это очень очень важно потому что это колоссальные личности которые сыграли сейчас мы еще одну потом начинаем еще одну большая четвертая личность их же периода которая по сути дела больше всех в троих вместе но он не был митрополитом но он не захотел быть митрополитом спасибо всего доброго до свидания спасибо спасибо